Оба музыканта замечательных уже выступали на этой сцене, они в разных составах выступали, а дуэтом они сегодня вдвоем, вот этим дуэтом, они у нас играют впервые. Это будет, конечно, безусловно, очень интересно, и это все будет записываться профессиональным видеооператором Алексеем Шиликовым, это все останется в веках, вся эта запись в Ютьюбе. Ну, я теперь предоставляю слово Сергею, наверное. Сергей умеет очень хорошо, остроумно, красиво рассказывать все, и я ему предоставляю слово, и начинаем концерт. Ну, после такой характеристики нелегко, конечно, говорить, вот, ну, честно говоря, так складывается, что к такой свободной импровизационной музыке, к фриджазу, интерес публики последние годы очень упал, и в связи с этим, как это может ни странно показаться, я достаточно мало играю именно вот такой свободной импровизационной музыки, ну, вот, очень редко, ну, несколько раз в год. В основном приходится играть какую-то, в общем-то, развлекательную программу или какую-то фоновую музыку для чего-то. Ну, в общем, то, что соответствует больше, может быть, если не духу времени, но вкусом платежеспособной публики и тем пространством, в которое пускают музыкантов, вот, к сожалению. Если музыка является профессией, источником заработка, то музыкант так или иначе вынужден подстраиваться под вкусы публики. И очень редко вот выдается шанс вот поиграть как бы то, что тебе хотелось бы играть самому. Вот, знаете, как когда-то в начале 20 века очень популярна была французская борьба, и там ставили ставки, и борцы собирались, и заранее было абсолютно известно, кто выиграет и кто проиграет, да. И вот, на самом деле, так как все это была такая эффективная борьба, эффективный спорт, то в одном городе Гамбург эти борцы собирались раз в год, на самом деле, где все было неподстроено, и вот играли. Поэтому вот такое появилось выражение по гамбургскому счету. То есть там происходили настоящие соревнования, они поддельные, ну вот, неэффективные. Ну вот, Саша Рогазанов, мы знакомы с ним очень много лет, это петербургский барабанщик. В этом году я приезжал в Петербург в связи с, значит, с юбилеем Егора Летова, который вот сегодня был здесь помянут. Вот, и у меня выдалась возможность поиграть в Петербурге какую-то не только, вот, ну скажем, поп-музыку, да, но и поиграть как что-то другое. И вот Саша как раз подвиг меня сыграть в большом магазине виниловых пластинок, он называется Винил Аскай, там в этом магазине в пластинок, в котором есть еще и очень, был вернее, вот, да, очень хороший концертный зал. Мы попробовали поиграть там вместе, и я вот использовал там не только традиционно фриджазовые инструменты, такие как саксофон или флейта, но и электронные инструменты, которые я использовал, как правило, именно для вот таких поп-музыкальных программ, да, чтобы так или иначе идти навстречу по желаниям, если не трудящихся, то платежеспособных слушателей. Вот, у нас вот родился дуэт, и с этого времени, вот, с февраля 2018 года, мы вот пробуем играть вместе, вот у нас такая появилась возможность. Я хочу, предваряю так долго, хочу некоторых людей сразу предупредить, что то, что они услышат сейчас, оно может очень сильно разочаровать, испугать и оттолкнуть, но это не потому, что музыканты какие-то такие уроды, которые, в принципе, не могут играть, не умеют, да, какие-то вот такие психи, да, вот, просто есть такой вид музыки, такой вот существует, да, который не похож на то, что у нас по радио, по телевизору передают, то, что, да, то, что играет в барах, ресторанах, кафе и так далее. Вот он тоже существует, и у музыкантов, может быть, раз-два в год, у профессиональных, появляется возможность поиграть вот как бы для себя какую-то свою музыку. Благодаря тому, что вот существует этот Train the Art Club, вот здесь по понедельникам собираются музыканты, которые, вот, работая в каких-то других заведениях, да, один раз и в одном единственном месте в Москве могут себе позволить вот на несколько десятков минут побыть самими собой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует...